добрый вечер отлично меня слышно что-то у вас уже прям сразу все на месте так 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 да у вас добрый 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 так сейчас эти я предыдущую группу 2 пара отмечу это забуду 5 скопировать знаете отлично так значит давайте тогда начнем с вами часа . тут все позакрываем итак давайте отмечу а вас здесь дмитрий николаевич здесь вы растет здесь нурея салимовна здесь анатолий витальевич анатолий вроде здесь дальше так вадим здесь нет николая до вадим здесь олег здесь все отлично пока только одного у нас с вами человека нету ну что давайте наверное вспомним что мы с вами на прошлом занятии делали помните я не тест писали не тест отлично вы мне присылали несколько своих решений если не ошибаюсь олег и а вас мне прислали так теперь бы мне их еще найти если их не закрыл так олег есть а вот а лаза я судя по всему закрыл ладно сейчас я еще у вас открою так готова так единственный момент это значит так что это что закрывает так тут что закрываем закрываю сейчас я позакрываю лично чтобы я на вас нет вот все отлично так единственный момент я не помню говорил я вам или нет но желательно был конечно сделать через пол реквесты чтобы я видел те изменения которые вы внесли вот ну ладно сделали уже по-своему сделали не страшно сейчас как-нибудь так это посмотрим почему через пол реквеста потому что тогда бы я во первых видел бы что вы внесли какие именно изменения и мне был проще ваш код прокомментировать вот а так мне уже сами же пишем это не них я полежу понимаю что сами пишите не важно так мне просто будет сложно вы добавили теста до для аккаунт тестов и так далее просто не смогу сейчас их применить на них придется копировать и вставлять а так я бы просто слил бы ваши изменения и все даже если вы пишете сами ну ладно можно было бы сделать по реквеста хорошо сейчас как-нибудь выкрутимся с этой штукой так давайте посмотрим во первых на прошлом занятии у меня тест был только один тейбл ролл тест и все больше ничего не было далее у ауаза да да а вас значит добавили его из два теста это тейбл ролл ты тейбл аккаунт тест и тейбл юзер тест к сожалению я не могу здесь ничего посмотреть выполняется они или нет я так понимаю да экшенов нет но я просто посмотрел и у олега давайте тоже давайте аккаунт тест в принципе суть создания тестов она примерно одна и та же вы создаете ожидаемые данные актуальные данные получаете и сравнивайте ожидаемое с актуальным и если ошибка вам ошибки если нет ошибки то у вас нет ошибки работает работает в принципе эти тесты я думаю не все рабочие вопрос есть да вот visual studio почему-то не дает создать именно класс x-unit тест ну просто я делал как создавал простой класс уже юзинге прописывал вот x-unit и нет вот этот ну это значит особенность может быть там как-то отдельно где-то есть в studio не к сожалению ничего не могу сказать потому что нет сталь на двое в проекте она не дает второй почему-то возможность создать тут вот я задумал серьезно я есть честно с таким даже не знаю что вам подсказать надо посмотреть хотя странно должна по идее спокойно разрешить создать новый файлик внутри проекта тестировочного без всяких проблем ну ладно значит как мы сейчас поступим я у себя в редакторе сейчас открою просто скопирую ваши тесты и посмотрю и запущу тестирование проверю что все у меня нормально срабатывает и мы с вами продолжим так у нас юзер-менеджер сейчас он пока подгрузится все так я это закрываю мне уже не нужен сейчас я дождусь синхронизации сейчас вся анализация кода пройдет ощущение что она компилирует раз 20 так я это пока закрываю 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 что мне ничего не маячилась так перехожу в раздел с хорошим так тест так ты был ролл тест значит далее что мне нужен будет ты был аккаунт тест сейчас так и сделаем я сейчас буду делать просто копировать немножко придется потерпеть для чего для того чтобы у меня были те же самые изменения что и у вас ты был аккаунт тест вот у вас тоже простую классу сдался ну а потом туда просто копирую да и все он не кстати сейчас ваша будет форкать пытаться сделать ваш класс форк я эти изменения и сюда добавляю так сейчас я единственное проверю юзер манагер не модулся моделлс моделлс тест да все хорошо и вот этот ютинг нам не нужен так это раз и добавляю второй еще класс сюда это будет у нас юзер да ты был юзер ну даже попробую вот так сейчас копировать надеюсь ошибок не будет никаких вроде никаких нет ошибок опять вот этот один юзинг лишь не убираем и здесь но так вроде все готово сейчас я выполню кое-какую команду для того чтобы у меня все привелось нужно мне соответствия кода о отлично и после этого выполнил операцию запуск всех тестов вот здесь до перехожу в юне тест и тут вот есть вот команда run all тест она может неправильно сработать она иногда запускает только тот тест который уже был а остальные тест она как-то не видит типа бывает у нее такой глюк вот как сейчас видите только один тест выпал остальные тесты не выполнила что делать перехожу в каждый конкретный тест и запускаем тэбл аккаунт трампа и у меня добавляется опса тэбл аккаунт тест не пройден а почему не пройден а потому что я у себя не поменял везде а точнее не добавил везде необходимые изменения которые мы на прошлом занятии с вами делали еще же реклосы добавлять совершенно верно да а и ну мне нужно получить было два файла сейчас и как раз эти действия я сейчас буду делать так пока я зафиксирую вот эти изменения что у меня добавлены два тестовых метода тэбл юзер счет произошло ног так это не туда это тест тест коммитент пуш отправляем их пушу сейчас как раз там тесты не пройдут пуш 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 мастер вас пуш 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 у меня там какие-то изменения суть по всему были которые я не сюда не запулял так а теперь мне нужно поправить как раз таки мои файлики вот по тэбл юзер тэбл аккаунт и так далее так значит в модели тэйбл тэйбл юзер у меня уже а есть а и тэйбл тэйбл а тэйбл юзер простите в тэбл вайтыми все я уже чокаюсь так аккаунт нет роль да вот реализация интерфейса ай и кутэйбл значит заходим в аккаунт и реализуем здесь этот самый интерфейс снова тэйбл тэйбл аккаунт и имплементируем что он мне говорит все вот эти по всем полям будем сопоставляться единственный момент я бы вам наверное советовал отключить сопоставление по полю айди почему потому что мы впоследствии можем с вами делать сразу получать из базы данных данные и как-то их между собой сравнивать а у нас может не быть поле айди проставлено или она может неправильно проставлено в процессе эксплуатации программы поэтому в принципе один как бы не очень важен все остальные поля плагин пароль роль и из актив они будут у нас как бы срабатывать да и нам вот это сравнение оно по сути нужно только для тестирования по всех остальных случаях она у нас может не потребоваться можем оставить и когда появится ошибка проверки теста мы уберем с вами этот айди давайте наверно подстрахуемся оставим а если появится ошибка подкорректируем заодно проверим потом тест ну он не тут что-то по написал окей перехожу в раздел теперь юзера и то же самое с юзером делал он не все здесь написал отлично радуемся тому что есть и запускаем снова теста только единственная основа запущу файловой только тесты все что-то с юзером не прошел так смотрим что с юзером не так а смотрите email собака админрум прописано а у меня аноним собачка админрум другие данные не те которые у меня в базе вот уже как раз есть момент с айди один до войди 2 вроде все остальное верно юзер админ юзер админ тут а д д а у меня аноним значит я возвращаюсь теперь в тесты теперь мне нужно в тест вернуться и поправить собственно тест стейбл юзер тест то есть не не тот email я в базе данных сейчас на всякий случай проверю таблицу пользователей тейбл юзер и посмотрю тот ли у меня юзер там прописан ничего нету а потому что это не то баз данных здесь у меня подключена потому что у меня должна быть здесь тестовая подышка нас она мы ей пользовались через искать студию вот и открывая сейчас искать студию у меня вот еще тоже вопрос по искать студия по таблице какой таблица аккаунт которая там есть вот этот айди роллс ну да есть давайте вот по нему щелкнем сейчас давайте закрою ролл айди ну а что по нём какой вопрос а у него наверное должен стоять внешний ключ он же айди роллс берет из айди таблицы ролл все верно и там указываем таблицу ролей ролл айди и вот эти две галочки да все верно я не помню почему у нас кстати так произошло мы же вроде прописывали эти а машине прописали я уже не помню надо сейчас глядя это не прописали не прописали разве так сейчас я посмотрю одну секунду вот в сквеле в крейт тейплс и таблица аккаунт она прописана просто возможно мы прописали это после того как это сделали вот вот что может быть в этой ситуации сейчас это надо зафиксировать подтвердить изменение структуры вот он нам тут сейчас что-то поначудит боюсь что конечно он может тут начудить слушайте он дроп тейбл будет делать он будет делать временную табличку копировать туда данные потом туда переносить обалдеть вот это да ну давайте нажмем окей пробуем смотрим в данные нет все те же данные все нормально ну хорошо так возвращаюсь снова запускаю тест файловые тесты смотрим если все пройдет а я забыл поменять опять блин надо на аноним админру написать вот а я все не туда полез аноним админру вот так так делаем тест тестируем тест все все тесты у нас с вами пройдены это отлично фиксирую изменения что произошло и был юзер аккаунт просто ухожу что апдейт да и все не будут сильно заморачиваться с этим комит на всякий случай проведу реформат кода никаких изменений не произошло отлично значит все хорошо что теперь нужно а теперь смотрите в таблице юзер и в таблице аккаунт а точнее в поле да ну да вот в тейбл юзере давайте посмотрим в тейбл аккаунте у нас сколько с вами методов два я тейбл и эту тейбл нужно выполнить сделать проверку что у нас добавляются данные в базу данных то есть мы должны выполнить проверку вот этого метода эту тейбл и для него тоже нужно написать тест чтобы он проходил как это можно сделать давайте на примере тейбл юзера сейчас это попробую провести вот он у меня есть тейбл юзер тест у него значит есть вот там эксперт да вот мы что-то получили окей теперь я хочу добавить новые данные то есть вот это переменная эксперт у меня будет изменяться что необходимо для этих целей для начала давайте создадим внутреннюю переменную класса тейбл юзер тест который так и будет называться expected то есть вот она будет типа или можем назвать ее как expected да expected ну типа ожидаемое получение и так далее что и так значит создаем это же лист юзер лист юзер лист юзеров и хотя давайте так и оставим expected ожидаемое все точка запятой это приватная переменная но раз приватная то желательно ее делать с нижним подчеркиванием такое правило есть как бы создаем конструктор для вот этого класса то что он у нас тестировочный не отменяет того что мы в нем не можем создать конструктор что будет в конструкторе а в конструкторе мы будем нашу переменную наполнять вот этими первоначальными данными спектр не лист юзер и все что у меня вот здесь прописано после фигурованных скобочек вот этих я отсюда а даже вместе с точкой запятой я отсюда вырезаю прям смело делаю вырезание и сюда вставляем окей все больше пока мне в тейбл юзер тесте в конструкторе ничего писать не нужно в методе get table тест мы убираем создание переменной экспектов и вот здесь используем наш переменной экспектов с нижним подчеркиванием для чего это нужно создавая следующий метод мы с вами вручную добавили ожидаемые данные потом сделали добавление данных в таблицу запросили данные из таблицы и сверили то что мы ожидаем получить и то что мы получили из таблицы сейчас нужно заново выполнить проверку вот этого теста нормально он будет проходить или нет то есть мы изменили теперь нам нужно протестировать тест я его запускаю именно вот один этот тест get table тест инструктор еще покажите пожалуйста сейчас одну секунду все тест пройден окей значит я не ошибся вот что в конструкторе давайте я меньше я просто перенес из get table в конструктор точнее не цели зацию списка и и и а ниже там что еще вы этот удалили до expected из этой из все все понятно так дальше можно или походить пока нет все давайте дальше все окей так проверили этот метод вот мы увидели что все работает отлично добавляю теперь сюда следующий тестовый метод для этого указываем в аннотации слова факт вот создаем паблик воин и название метода нижнее подчеркивание тест название метода у нас эту тейбл и копирую простите эту тейбл тест ничего сюда не передаем вот 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 теперь в наш expected в ожидаемый набор данных надо добавить будет какое-то ну значение какое-то окей эксперт . и тут внутри создаем new user и вот у меня вопрос а какой айтишник мы укажем теоретически мы в принципе знаем это должен быть 3 а вдруг у нас тест пойдут не так и у нас цифра 3 будет не соответствовать значит может случиться то что вот эти вот значения которые сейчас захочу сюда вписать сейчас то есть нам нужно будет все-таки удалить сравнение по айди потому что ну тест может неправильно отработать в этой ситуации скажем так а данные в базу данных добавится потом когда начнем делать сравнение уже без айтишников бэдэшки будет несколько одинаковых записей чего не хотелось бы соответственно надо как-то этот момент продумать но в любом случае мы делаем с вами тестовую бэдэшку то есть мы на ней тренируемся проверяем как это работает вот эти тесты которые мы сейчас пишем руками они нужны только для одного для того чтобы посмотреть правильно ли мы написали наши методы все только изменяется способ проверки правильности то мы бы вручную создавали какое-нибудь консольное приложение запускали а то мы отдаем на автоматизацию скажем так значит а вот дальше то нам необходимо будет выполнить добавление то есть собственно выполнить этот метод и что еще нам нужно будет сделать в тесте а потом снова запросить ед запросить получение таблицы сравнить полученную результаты из базы данных с тем который мы ожидаем окей так значит вот эту штуку я копирую ну точнее все простите давайте так и назовем его как а кто а нет table user простите все сейчас копируем извините пожалуйста я вот лучше скопирует вот так вот table user не требовал юзер далее нам необходимо у table user выполнить метод этот table в которого мы должны передать нового юзера то есть вот этого юзера мы должны передать вон туда в эту table одно и то же да что вот здесь что вот здесь будет использоваться значит можно создать переменную и вот то что внутри это было вырезаем и сюда вставляем на точку за питание было блин перенес я жду жду я не тороплюсь я из это в новую переменную перенес а вот все и а ну мы и Потому что мы вот эту переменную user будем использовать при добавлении в наш ожидаемый список и при добавлении в таблицу, в базу данных. Продолжение следует... Итак, после того, как мы добавили запись в базу данных, нам нужно, соответственно, получить актуальные данные. Для этого мы должны снова вызвать из нашего table-user getTable метод и уже после этого сделать сравнение. assert.equals, соответственно, expected, который у нас с нижним подчеркиванием, и актуал. Вот так. Но прежде чем я начну это делать, я все-таки перейду в раздел... юзера, точнее, в файлик юзер.сс, и в качестве сравнения уберу сравнение по ID. Значит, я перехожу в раздел юзер, точнее, в файл юзер. И где у меня тут было сравнение по ID-шнику? Это вот в igual всего-то ID равняется ОЗР ID, и я убираю отсюда. И в качестве хэш-кода ID не участвует в создании хэш-кода экземпляра класса. ID не участвует. Все, внес эти изменения. Теперь необходимо запустить проверку этого метода, этого теста. Так, что еще, что еще? В принципе, у нас единая оказывается table user, переменная. Прежде чем я запущу, я немножко код форматирую. Смотрите, что в addToTableTest, что в yetTableTest у меня используется экземпляр класса table user. Зачем его каждый раз создавать? Когда мы можем попробовать создать его один раз и просто вызывать нужные нам методы. Для этого я сейчас опять поднимаюсь вот сюда. Видите, private list user expected. Все как полагается. Создаем приватную переменную типа user. Точнее, не user, да, table user. Простите, table user. Так, table user. Какого же она типа? Да, table user должна быть. Table user. Только с большой буквы, извиняюсь. Которая так и называется table user. Так как она приватная, то с нижним подчеркиваем. Вот так. И в конструкторе нашего тестировочного класса table user test мы с вами эту переменную инициализируем. Мы говорим, что table user равняется new table user. И точка с запятой. Вот так. И теперь я могу опуститься в наши методы е-table test и вообще убрать отсюда создание table user. И использовать нашу приватную переменную table user. Вот таким образом у нас с вами сокращается. Это раз. И в факте мне тоже не надо вот это создавать. И везде, где я использовал table user, я теперь его использую просто с нижним подчеркиванием. И никаких проблем не испытываю. Продолжение следует... Вот. А покажите еще, пожалуйста, вот table user test. Вот этот table user test, да. Метод. Так вот, table user test. А, конструктор, вот он. Get table. Get table test. Вот. Get table test, вот он. А еще сейчас ниже. Get table test. Прокрутил. Так, ну и теперь мне нужно заново запустить два этих теста. Get table test и add to table test. Значит, перехожу опять же сюда вот юни-тест. И мне нужно именно table user test, да. Два штуки вот этих запустить. Вот run selected unit test. Выбираю, запускаю. И ждем, когда они выполнятся. Упс. И первым мы словили с вами exception. Add to table. For an key constraint failed. Видите? У нас с вами ошиб... Очень хорошо, что мы видим сразу тут и exception, которые нам выскакивают. И он нам говорит, что внешний ключ, типа ошибка подключения. А в чем ошибка подключения? Давайте смотреть. Так, user, last name, email, photo URL. А у нас юзер зависит от аккаунта. Помните, у нас с вами количество добавляемых и количество... Ну, то есть, добавленный пользователь должен тут же быть... Ну, правильно добавлен. То есть, он и в аккаунте должен быть, и в юзерах. Вот мы и попали с вами в сами себя, загнали в некую ситуацию. Вроде хочется сделать проверку, как работает наш метод addToTable. Но оказывается, что проверить его в одиночку у нас с вами не получится. Нужно делать проверку его не в одиночку, а вдвойне. С addToAccount тест. То есть, делать проверку в тейбл и в тейбл аккаунт. Два метода одновременно, чтобы срабатывали. Иначе у нас не будет это работать. Вот оно. Какая у нас получилась с вами интересная ситуация. Как из нее выйти и что попробовать сделать? Либо переписывать тесты, либо залезть в наш тестовую базу данных и удалить то действие, которое мы сейчас с вами вносили. В таблице, точнее, открыть таблицу юзеров и на юзер-айди изменить. О, все равно тут есть внешний ключ, да? Типа, как бы он есть. Нам его надо удалить каким-то образом, этот внешний ключ. Я понимаю, что это сейчас очень плохо, если мы удалим, потому что там у нас из-за добавления данных может что-то посыпаться и так далее. Но мы, если что, просто тестовую базу данных и установим из наших файлеров. А переписывать тесты мне не хочется. Поэтому я пробую вот взять, убрать. Не знаю, сработает. Нет, нет, не сработало. Надо каким-то образом этот внешний ключ... А может быть, стоит его прописать как раз? Ну да нет, он будет аккаунт-айди. Он апдейт, он делейт. Применить, окей. Так, применяю. Сейчас я просто пробую еще раз запустить файловый тест. Run. Да, он не даст нам сделать, потому что скажет, что в таблице аккаунтов есть данные. Окей, давайте добавим временно в таблице аккаунтов какую-то запись. Приходится иногда вот такое вот вытворять. Значит, я добавляю запись. Куда? Мне нужно ее будет поместить. Новые строки в конец. Да. Все, окей. Вот сюда. Какой логин? Нам все равно, мы ее удалим отсюда, эту строчку. Потому что мы будем добавлять новую, и нам нужно будет проверять, как это будет работать. Так. Все, я это добавил. Все, третий есть. Сейчас тест на добавление юзера должен будет сработать. Все, тест сработал. Значит, он у нас работает. Видите? То есть мы добавили данные, запросили потом новую получить все данные с таблицы и сравнили с тем, что у нас получилось. У нас все сработало. Точно такой же тест теперь нужно написать для таблицы аккаунтов. Окей. Переходим. Дождите секунду вам, пожалуйста. Должно. У меня что-то не хочет он. У меня этот перестал работать. Get able test. А что выдает? Какое сообщение? Давайте так сейчас посмотрим, что он вам там выдает. Так, у нас еще Николай подключился. Ага, того я не отметил. Сейчас пока расшаривать экран. Я сейчас отмечу Николай. Готово. Так. Покажите, какую ошибку выдает. А, тут знаешь, что тут. С нижним подчеркиванием, да. Вот и все. Ну, сейчас еще раз попробую. Влечили. Такого ее не создали, это переменно. Это у меня. Смотрите. Это не туда мы же лезли. Уже юзер тест. Юзер тест. Юзер тест. Так, стоп, стоп, стоп. Подожди, да. Сейчас, погодите. The following конструктор парамент. Ага. Откроете конструктор в add to table test. Стоп. Лист юзер, юзер. Раз. Иди. Так, ниже. Юзер 2, иди 2. Так, ниже прокручивать. Еще ниже. Так, table users. Ага. Дальше. War user new user. Expect at the user table user. Это table user. Атталл ты был юзер. Тайбл эксперт. Актуал. Ну, еще раз запустите тест, пожалуйста. Давайте посмотрим, что он будет выдавать. Стоп. Он у вас в аккаунте ругается. Подождите, подождите. Ниже. Стоп. Вот сейчас, одну секунду. Не двигайте. Он у вас не может сравнить аккаунты между собой. Вот и все. Он говорит, что... Сравнивал всю. Ну, не знаю, что-то ему теперь не нравится. Так, походите. Давайте проверим аккаунт ID. Зактив. Тру. Логин. Админ. Паспорт. Раз, два, три. Так. Ниже вот туда прокрутите. Логин. Раз, два, три. Пожалуйста. Класс аккаунт. Не, не, не. Именно класс аккаунт. Да, здесь остановите выполнение теста на квадратик красный. Теперь обозреватели решений. Вот аккаунт я открыл. Так, адио логин, паспорт equals, return by cycles, equal, idea, other, не понял прикола. А че он тогда не сравнивает? Может, тут тоже этот ID убрать? Ну, уберите сейчас его. Да, и тут тоже можно убрать ID. Так. Ну, попробуйте заново запустить тест. Хотя он говорит, что ошибка по... Вот так. Не понял. Почему-то... Он вот тут вам выдает ошибку. А вот тут этот у нас же появился квест-паспорт. А, ну, правильно, да. Мы же его добавили. Теперь этот тест будет не проходить. Все. Выполните... Давайте вот как. Откройте, пожалуйста, тест для юзера только. Второй для юзера. И вот теперь выше прокрутите. Выше, выше, выше. Стоп. Ну, вот где у вас написано table user test. Тут правой клавишей кликните. Run test там будет у вас написано. Выше, вот, да. Вот. Он у вас не проходит. Говорит, что the following constructor parameters did not have matching features data. List 1 expected. Нет. Блин, что ему не нравится-то, я не пойму. Ему что-то не нравится в вашем... А кликните вот где у вас внизу в окошке test explorer. Да, вот сюда, на любой из этих тестов. Нажмите. Стоп. В 38-й строчке. А, да нет, это сам название теста. Что за прикол? Поставьте точку останова на yet table test здесь. Запускайте именно в режиме дебага. Теперь... Не-не-не, подождите, подождите, подождите. Вниз, вот где у вас этот тест написанный. Ага, по правой клавише кликайте. И там будет дебаг тест. Чё, не, не прошел сюда дебаг. Ага, у него чё-то в конструкторе не так. Стоп. Чё ему в конструкторе не понравилось, я не пойму. Вот чё, не понравилось. Удалите из конструктора аргумент, лист, юзер-экспектед. Откуда он у вас там взялся? В 12-й строчке. Аргумент. Нет, это не 12-е. Да, теперь запускайте. Именно опять только, ну, хотя бы один этот запустите сейчас, ран-тест. Скорее всего он пройдет. Да. А теперь опускайтесь и add to table test запустить также. Всё? Спасибо. Так, теперь что-то в инструктор-то. Так, у вас там что-то нам прислал. В 5-й кролл. Ну да, тоже можно так. Table roll into table. Ну, просто нам проверку добавления роли особо не нужно сейчас сделать, потому что новая роль это не такая частая задача. Можно оставить на потом. Нам важно добавление юзера и добавление аккаунта. Вот, что нам нужно. Так. Значит, возвращаемся. Остается написать ту же самую проверку для теперь не юзера, а аккаунт. Переходим с вами в table account test. Простите. Значит, что необходимо. Ну, во-первых, постараться также залезть в раздел, в поле аккаунт, в класс аккаунт и удалить здесь проверку по айдишнику. И, соответственно, удаляем вот этот айдер. Все. Так, Олег, вы это сделали. Поэтому я тут не останавливаюсь, не обижайтесь. Теперь нам можно, для примера, открыть table role test, потому что будет очень похоже, ой, table user test, потому что будет очень похоже, что мы будем сейчас переделать с вами в table account тесте. Также создаем здесь приватные переменные. private list account. Также создаем здесь private table account. Вот так, готово. Создаем конструктор. И я пока жду. Значит, что в конструкторе? Ну, начинаем с инициализации table account. Тут все просто. А потом нам нужно будет заинициализировать expected. И вот тут проводим ту же самую процедуру, что делали до этого. Из метода yet table test вот этот вот new list и все, что тут содержится, отсюда вырезаем. И на это место добавляем. Сейчас вот так уменьшу пока. В принципе, теперь айдишники тут можно не создавать, но пока оставим, раз вы сделали, были до этого скайбл. Опускаемся ниже. В get table test. И я отсюда кое-что вот так вот удаляю. И сейчас, ну, я все крупнее, во-первых, сделаю. И увидите, что будет. По аналогии, как было с юзером. Как будете готовы, скажете. По аналогии. По аналогии. По аналогии. По аналогии. По аналогию. По аналогии. Как видите. По аналогии. Мария. ну и теперь нужно создать метод тестовый опять же да тестировочный точнее который будет нас с вами тестировать добавление аккаунта аккаунт проверить ты был аккаунт а этот и был все простить этот и был тест вот так это и было тест значит нам необходимо но по аналогии с table user тестом да нам нужно добавить нового будет новый аккаунт и проверить как это работает но перед этим перед этим мы заходим в esky light studio давайте вот я сейчас так оставлю заходим в esky light studio и удаляем отсюда вот эту добавленную строчку из таблицы аккаунтов на минус удалить выбранную строк она удалится это нужно подтвердить зафиксировать но он скажет что извините я не могу этого сделать потому что есть внешний ключ но у меня удалилась но это вам повезло у меня не удалилась значит захожу в таблице юзер в данные удаляю третьего юзера фиксирую а потом захожу возвращаюсь таблицу аккаунт и фиксирует изменения все возвращаемся в наш редактор кода значит сейчас напишем здесь тест и смотрите что мы будем делать мы будем выполнять только этот тест другие тесты выполнять не будем потому что у нас зависит вот того как то есть порядок выполнения тестов если мы с вами эту table тест с аккаунтом сделаем после того как попытаемся добавить юзера у нас все пойдет прахом поэтому тут учитывать мы просто выполним этот тест проверим как работает ведь хорошо вот так сейчас от создаем временный аккаунт аккаунт я сюда возьму данные на вот этот какой хочу сюда добавить аккаунт смотрите вот у меня есть что-то здесь я прям вот этот логин паспорт роли идеи из актив копирую и сюда вставляю потом вот так сделаем логин паспорт роли из актив нам не важно что именно здесь будет и как это написано вот и все потом мы знаешь ожидаемый добавляем этот аккаунт ты был аккаунт то же самое делаем эту ты был аккаунт потом создаем актуальную переменную где ты был аккаунт точка и от стекла ну и асерд и к вот так а чем вот и кул отключается от и кулс вы сердце кстати вопрос а вот я что-то не заметил это скорее все переопределенный какой-то метод и кулс а вот и кул да видите он показывает что и кулс перегружен то есть ну зачеркнутый он перегружен простым и кулом ну видимо и кулса возвращает пулевское значение и скорее всего это немножко что-то другое то есть типа не вызывайте этот метод видите сообщение не надо его вызывать предупреждение нам из библиотеки до то есть она видимо в старых версиях когда-то было в новых версиях от него решили уйти пока сохранили этот метод но дали предупреждение что желательно патерном не использовать его а мы перегружали то вот методы которые в аккаунте покажите там по-моему у нас и кулс у меня вот написано аккаунте и кулс это совершенно разные методы здесь и кого там и кулс это два разных разные 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 да да сейчас открою аккаунт сейчас открою аккаунт здесь и квалс да но это немножко другое это не то же самое что и кулс и кул то есть это не перегруженный метод вот этого это метод внутри класса асерта а и квалс это метод внутри класса обжект класса прародителя понятно спасибо вот теперь я только вот этот тест выполню также вот правой клавиши видите ран юнит тест будет только этот тест выполняться и все запускаем делаем проверяем надеюсь все хорошо выполнится и мы с чистой совестью пойдем дальше все выполнился а сейчас у меня не сработает метод get table да видите он под вопросиком потому что я его изменил чтобы не было вот этих каких-то у нас здесь проблем и так далее мы заходим снова сюда в сквайт studio обновляем содержимое удаляем четвертую строчку фиксируем и выполняем метод get table тест run selected unit тест все все тесты у нас с вами повыполнялись радуемся тому что у нас все работает никаких изменений нету то есть ну мы внесли изменения в тесты все работает отлично я фиксирую ничего я отправляю на гитхаб единственный минус который будет происходить на гитхабе это то что у нас не смогут сработать тесты напрямую с нашим файликом поэтому если вы будете когда-то применять гитхабе шансы еще какие то вещи для непрерывной интеграции сборки то такое тестирование там не совсем пройдет но нас это сейчас не сильно должно волновать для нас важно что мы что-то написали у нас все сработало и мы радуемся этому что у нас есть так теперь следующий момент мы проверили что наши тесты что наши методы рабочие значит мы можем со спокойной душой сейчас с вами перейти к следующему этапу это создание графического приложения вот поэтому давайте сейчас сделаем перерыв потом мы с вами уже два часа с лишним значит 10 минут то есть без 15 я жду вас здесь снова надеюсь вау ну вот ralвер прорыв половина это так это л Продолжение следует... 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 У меня вот есть еще вопрос. Сейчас, одну секунду. Сейчас, подождите, пожалуйста, я просто, чтобы ко мне потом не было претензий, что я не отметил, я проверю все. Все, так, давайте, да, какой вопрос. А зачем мы вообще методы перегружали iOS? Мы их нигде не используем. Они используются. Я понял. Напрямую мы их не используем. Они используются при вызове метода assert.equal. То есть, когда мы делаем сравнение полученных данных и тех, которые мы сами завели, будет использоваться метод equals, который перегруженный в классе модели данных у нас с вами. Иначе он нам показывал бы, что там данные, да, действительно одинаковые, но у нас разные экземпляры классов, извините, делайте, что хотите. То есть, типа, тест не пройден. А так у нас формально с вами тесты так проходили, но теперь они еще и как бы официально тоже проходили. Так, ну давайте теперь вернемся в наше приложение. Значит, теперь нам необходимо все. Мы с вами проверили наши методы и так далее. Они работают. Это хорошо. Значит, нам теперь при написании программы не придется проверять. Мы все равно будем тестировать, как наша программа это будет вызывать. Но мы будем уверены, что вызов метода с определенным аргументом будет отрабатывать. Потому что в тесте он прошел. Значит, нам нужно создать новый проект. И этот проект будет наше WPF-приложение. Итак, по решению правой клавиши кликайте «Добавить новый проект». И выбираем WPF-аппликейшн. Название проекта можно назвать как «UserManager.app». То есть, это будет наше именно приложение. Или по-ихнему «Аппликейшн». Создаем. Сейчас пока создается. Ну, вроде все создалось у меня. Значит, смотрите. Нам с вами важно следующий момент учесть при разработке нашего приложения. Какие же это моменты? Это то, что у нас будет несколько окошек. И последнее окно будет внутри себя содержать несколько разных представлений. Одно представление будет для админа. Другое представление будет для юзера. Хотя мы можем сделать это двумя разными окнами. То есть, у нас может быть вообще много окон. Одно окно – это авторизация. Дальше окно регистрации. Окно восстановления пароля. Уже три окошка. И последнее окошко, последние два – это окно администрирования и окно пользователя. Стартовать мы будем, конечно, с окна авторизации. То есть, с окна, где человек будет вводить логин-пароль. Значит, давайте с этого и начнем. А точнее, с чего? Мы в нашем проекте UserManagerApp создадим необходимые нам папки. Чтобы наши окна мы добавляли, добавляли и добавляли. Окей, давайте. Итак, я в проект добавляю папку. Где директор этот фото? Блин, я слепой уже. И называю ее как Windows, то есть окна Windows. И внутри создаем папочку main. Ну, точнее, у нас не будет main с вами больше. Простите, main не создаем. У нас main-то не будет. У нас будет окошко авторизации. Ну, слово авторизация на английском языке довольно интересно пишется. Поэтому я его сейчас в переводчике скопирую. И вам также его скину. Авторизацион. Блин, кто придумал-то это? Сейчас. В чат я вам это скидываю. Ну, это на всякий случай. У себя, соответственно, создаем папочку, которая так и называется. А авторизайшн. Вот. Ой, что, и авторизайшн. Блин, да опять я не то. Вот, авторизайшн, простите. Авторизайшн. Это будет наше окошко. И туда мы можем с вами наш main-window перекопировать. А можем создать там новое окно. А main-window удалить. По сути, main-window нам и не нужен сейчас. Потому что у нас приложение будет называться по-разному. И точка входа будет это окно авторизации. Давайте сделаем. Значит, в папочке авторизайшн добавляем window, да, добавляем окно. Называем это окно как авторизайшн window. Почему нужно добавлять вот этот постфикс в window и вот это вот вообще писать сложно. Чтобы в случае каких-то проблем при переносе файлов мы понимали, что это за файлик. Что это файлик, который описывает окно. И у нас сейчас здесь создастся сразу воду. Нет, я пока ничего не буду добавлять. Сейчас. К концу. Вот у меня создалось два файлика. Авторизайшн. Windows. Замол. И авторизайшн. Windows. Замол. Сиас. Отлично. А mainwindow. Замол. Mainwindow. Замол. Сиас. Мы с вами удаляем. Все. Удалили. Отлично. Далее. Что мы делаем? Теперь мы заходим с вами в App. Замол. И в разделе Startup. Юри. Прописываем путь к нашему окну, который будет запускаться при старте. Это значит папочка Windows. В ней папочка Authorization. И файлик Authorization Windows. Жду. Как пропишите это, скажите, я продолжу. Могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Оно не будет вот таким широким, оно будет узким и длинным. То есть поменять наоборот. Например, ширину оставить 450, а высоту сделать... Давайте порядок... В тайтле мы напишем с вами по-русски авторизация. Давайте даже так, наверное... Пускай сголовок будет у нас довольно длинным. У нас же это юзер-менеджер, да, название? Поэтому мы давайте с вами напишем вот так... Выглядит убого, ну, хоть как-то, хоть что-то, да? Далее мы по-любому заменяем с вами грид на стек пенел. И сейчас мы с вами подключим и создадим сначала файл со стилями. Итак, в этой же папочке, в авторизайшене я создаю ресурс дикшенери, который называется авторизайон виндоу... Афторизайшен виндоу стайл. Угу, блин, долго писать вручную. Вот тут у нас есть некая подсказка, вот, авторизайшен виндоу, да, x-класс. Поэтому выделяем этот текст, скопируем его, снова выбираем добавить, вставляем и прописываем слово стайл еще на кинцер. И получаем вот такую интересную с вами штуку. Ну, к сожалению, названия, да, такие получаются дурацкие, длинные, но ничего не поделать. После того, как этот файлик у вас создастся, мы можем вернуться снова в описание нашего окна, в верстку окна. И перед стекпенелом, в виндове, точка, ресурсос, ресурс дикшенери, ресурсос, название авторизайшен виндоу стайл замол. Все, прописали эту штуку. Теперь давайте сначала с вами напишем разметку, а потом напишем стили. Итак, что у нас будет с вами в разметке? Вверху будет по-любому какой-то лейбл с каким-то текстом, то есть как сголовок. Мы будем ко всем элементам, ну практически ко всем элементам, давать имена, но не факт, что мы будем ими пользоваться. Так что, ну как-то как есть. Даем, значит, имя икснейм, это будет тайдл. И у него будет контент, да, то есть содержимое, которое мы хотим там показать на экране. Значит, что будет в контенте, мы напишем по-русски авторизация. Авторизация. Все, пока я это оставляю. Следующий раздел, который мы добавим, это будет у нас раздел содержать, собственно говоря, все остальные наши части, а точнее ввод Огена пароля, кнопочки и ссылки на какие-то еще действия. Окей, делаем, значит, добавляем внутренний стек панел. Внутри этого стек панела, то есть вот у нас с вами лейбл, а ниже идет содержимое остальное, да, то есть это заголовок, и дальше будет набор как раз нашим введите логин пароль. Значит, внутри стек панела будут еще, будет еще стек панел. Вот тут нам нужно сделать у него ориентацию горизонтально. Ага. Значит, мы это, в принципе, потом сможем вынести в стиль. И вот в этом стек панели у нас с вами будет лейбл, и будет здесь этот текстбокс. Вот. Значит, пишем с вами лейбл. На всякий случай даем ему имя. Это будет лейбл. Логин. Контент. Это будет логин. Ну и, собственно говоря, пока все. Пока тут больше ничего нет. Дальше создаем текстбокс. Тоже даем ему имя. Говорим, что это input логин. И больше ничего нет. Вот. И много будет ждать. И много будет ждать. Я все. Продолжаем. Теперь вот этот мы можем с вами спокойно скопировать и вставить ниже. Только нужно будет заменить xName в лейбл и в текстбокс. Это у нас будет лейбл пассворт. Контент тоже меняем на пассворт. А текстбокс. А текстбокс меняем на пассворт-бокс. Для того, чтобы ввод логина у человека выглядел как... Ой, ввод пароля у человека выглядел действительно как ввод пароля. Input password. Окей. Готово. Тут только два. Логин, пароль. Больше ничего не требуется от человека. Следующий раздел ниже. Это будет набор кнопок. Он тоже будет горизонтальный. Только там уже не будет никаких текстбоксов и лейблов. А будет несколько кнопочек. Первая кнопка это у нас с вами... Можно сделать только по новым и кнопки по бокам прилепить. Ниже пускай будут эти штук. Значит, кнопка очистить. Это будет очистить поле. И кнопка войти. Вот и все. Так. X name. Button clear. Content clear. Ну, давайте. Или по-русски. Давайте по-русски напишем очистить. Блин, тогда надо было очистить. Вот тут тоже писать по-русски, да? Где контент, паспорт или еще что-то. Ну, давайте пока оставим. Где-то по-русски, где-то на английском. И потом напомните мне, как можно будет сделать локализацию приложения под разные языки. Чтобы у нас при выборе, да, правильно определялся, ну, то есть при старте определялся язык системы. И подгружался правильный файл с описанием всех нужных нам языков. Но мы это позже будем делать, не сейчас. Окей, очистить. Все. Больше здесь пока ничего нет. И следующая кнопка, которая у нас с вами будет, это будет кнопка button login, то есть войти, да? Что? Или как войти? Sign in, да? Или login. Давайте login. Вот так. Ну, и, соответственно, войти. Вот. Так пускай будет. Ниже можем сделать еще две кнопочки. Или я даже не знаю, как это покрасивее сделать. Это забыл пароль и зарегистрироваться. То есть какие-то еще указания, да? То есть какое-то сообщение, что человек что-то забыл. Можем, конечно, это сделать кнопками. Можно это еще как-то разместить. Ну, подумаем. Пока сделаем кнопками. Кстати, я отступил. Можно было вот этот блок кнопок скопировать и сюда вот так вот вставить. Ну, и, соответственно, это... Давайте, я не помню, как... Ну, зарегистрироваться-то я помню, как будет это registration, да? А как восстановить пароль, я не помню. Поэтому я сейчас перескочу в переводчик. Быстренько введу слова. И потом сюда вернусь, и вы сможете дописать. Restore password. Верено. Recover. Наверное. Так. И зарегистрироваться. Зарегистрироваться. Регистр. Чекаем. Установить. Регистрироваться. Restore password. Ну, значит, будет restore и регистр. Все. Значит, будет button restore. Блин, по-русски пишу. Restore. Постановить пароль. И button. Регистр. Регистр, да. Регистр. Регистр, да, регистр. Это будет зарегистрироваться. Регистрироваться. Вот так. Регистрации. Ну, вроде правильно писал. Регистрироваться. 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 Итак, дальше можно продолжать? Значит, что будем дальше делать? Можно, конечно, посмотреть, как это будет выглядеть. Вот как-то так у блога выглядит. Я, кстати, поэтому не люблю здесь использовать предпросмотр. Мне он вообще не нравится, как работает. Значит, что необходимо сделать? Теперь необходимо прописать стили. Стили для нашего с вами окошка. Окей, давайте пропишем. Переходим в файлик Authorization Windows Time и начинаем писать стили. Самый первый это будет у нас с вами стиль по умолчанию, который позволит нам указать размеры... стандартные размеры текста для всего нашего окошка. Но у нас же есть еще title, у которого размеры будут крупнее, и они будут отличаться. Поэтому сделаем сейчас с вами следующим образом. Итак, создаю style.pick scheme. Ну, давайте напишем style.title. Дальше прописываем target type. И воспользуемся сейчас с вами вот такой штукой, фигурными скобочками. X-type label. На самом деле, можно вот этот target type и не писать. Точнее, вот этот X-type label можно не писать. Но вы можете где-то встретить и вот именно такую запись, чтобы вы к ней как-то привыкли и не терялись. Я ее пока оставлю здесь так. Далее. Какие у нас будут сентры? Ну, значит, первый property – это font size. Я указываю в качестве размеров, пускай будет. А, да, это же title, заголовок. Пускай будет 25. Вот так. Можем указать property. Фонд family. То есть, какой у нас с вами будет шрифт. Вот тут вы можете оказаться в ситуации, что шрифта, например, в системе не будет установлено. Поэтому старайтесь указывать шрифты, которые вы знаете, что они, скорее всего, точно будут у всех. Например, ну, давайте посмотрим, какой у меня будет есть шрифт. Вот шрифты в панели управления. Можно посмотреть шрифты. Вот они. Глядите, сколько тут их много, да, этих всяких шрифтов. Но я знаю точно, что почти везде будет использоваться либо Arial, либо вот этот вот шрифт Corel New. Давайте посмотрим на него. Вот есть обычный. Ну, более-менее так ничего. Можем его применить для заголовка. Этот шрифт. Corel New, да, то есть он вот как-то так называется. Нам нужно название шрифта отсюда каким-то образом скопировать и еще что-то. На самом деле можно попробовать просто вот правой клавишей. Ну, не копировать, да. А тут вообще ничего нет. Придется вручную писать. Придется писать вручную. Ну, ладно. Может, Arial простой и все? Можем, Arial. Да, хотелось бы, чтобы хоть как-то отличалось. Arial я хотел для остального текста, чтобы вы видели, что у нас шрифты отличаются. А Arial One очень плохой. А, кстати, вот Calibri можно использовать. Вот он, Calibri тоже, да. Давайте, наверное, для заголовка я возьму Arial, а для текста возьму Calibri. О, как. Хотя у ригера он мне очень нравится, внешне как выглядит. Какая-то страсть у меня к этим шрифтам странным есть. И консолус тоже ничего. Ага, я знаю, о чем мы сделаем. Сейчас я вот так. О, по-русски пишу. О, вы можете любой выбирать шрифт. Это никак на вас не влияет. Заодно проверим, как он будет воспринимать вот это название шрифта. Далее делаю setter property for ground. Цвет будет красным. Люблю красный. Можно даже сделать темно-красным, dark red. Вот так. Ну, я думаю, для заголовка мне этого хватит. Теперь я сразу перескакиваю в Authorization Windows. И для лейбла заголовка я создаю и прописываю стиль. Статик ресурс. Давайте выберем динамик ресурс с вами. Отличный статик ресурс. Динамик ресурса мы просмотрим с вами значительно позже, когда попробуем добавить сюда поддержку тем оформления. Вот. Значит, динамик ресурс. Ставил title. Суть записи будет точно такой же. Она вот как пишется, ничем не будет отличаться от статик ресурса. И все. Теперь возвращаюсь сюда. Сюда. Стиль. Жду-жду. Где? Назад? Куда? Назад. Вот здесь. А все. Теперь следующий стиль, который мы будем сюда добавлять. Это будет Default. Я также здесь буду использовать target type, x-type. И пробуем использовать с вами раздел control. Значит, какие будут сетторы? Размер шрифта. Укажем давайте в 18, а может даже в 20. Давайте в 20 укажем. Не страшно. Con family. Я буду использовать вот такой шрифт. ConSolos. ConSolos. Да. ConSolos. Я укажу мерджинг. со всех сторон в 5, а пэйдинг со всех сторон внутренний отступ будет в 3 пикселя. Хотя давайте также в 5 пикселей и пэйдинг сделаем с вами. Вот так. И я забыл в наш стиль для тайтла то же самое прописать. Merging и пэйдинг. Вот. Поэтому я вот эти две строчки скопирую и сюда добавлю. Единственное, что для мерджина у меня отступы будут немножко отличаться, потому что сверху и снизу мне нужно сделать больше. То есть по бокам мне будет достаточно 5, а сверху и снизу я могу сделать значительно-значительно больше отступа. Там, например, 10 или даже 15 пикселей, чтобы у меня как-то заголовок отличался от всего остального. Как это сделать? Ну, по идее, здесь, по-моему, левая, вверх, право, низ. Значит, слева 5, сверху 15. Вот и все. Достаточно даже так. Если мы указываем два значения, то лево-право первое, вверх-вниз второе. Вот у меня слева-справа будет по 5 пикселей, сверху-снизу по 15. Следующий стиль, который нам нужно будет прописать, это стиль для лейбов внутри, ну, для полей ввода. Стиль для лейбов, стиль для лейбов, так и будет называться, стиль для лейбов, значит, target type 6, type, это лейбов. Дальше, базе 1, динамик ресурс, стиль для лейбов. Но, видите, в базе 1 нельзя указывать динамик ресурс, это является ошибкой. Поэтому здесь остаем на статик ресурсе. То есть нельзя будет динамически изменять базовый стиль, нужно будет подгружать новый. Ну, в зависимости от какого-то базового стиля, это нормальная вещь, что он у нас статически от него зависит. Значит, какой тут будет сетер. Все, уже, простите. Так, нам нужно будет указать. Давайте, во-первых, цвет укажу, другой пускай будет какой-нибудь синий, темно-синий. Так, во-вторых, размеры укажем. Я думаю, 75 нам пока хватит. Если что, потом эти размеры подкорректирую. Это можно скопировать будет. И ставить. Только надо будет поправить, не ставил label, а ставил input. Тарджетайп, соответственно, это будет текстбокс. Никакого цвета мы там не будем указывать, будет черным. А размер поставим порядка 350 пикселей. Вот так. Я думаю, хватит нам этого размера, чтобы все ввести. Следующий стиль будет ставил паспорт. Потому что у нас там пароль есть. Тарджетайп будет, соответственно, не labeled, а паспорт-бокс. Ну, и там будет тот же самый размер, value 350 для виза. Ну, будет добавлен еще один setter. Property. Это, я вот не помню, как называется, style, да, по-моему. Стиль. Там символ, которым он будет заменять введенные символы. Сейчас. Password char. Во. Password char. Value. И мы можем указать любой символ, какой захотим. Кружочек, звездочка, чего угодно. Можно даже пробелами заменять. То есть, человек будет вводить текст и не будет понимать, ввелось у него что-нибудь или нет. Потому что там будут только пробелы вставать. Вот. Тут как хотите. Можем как, что называется, с вами выпендриться, так и остаться при каком-то значении, которое нас будет устраивать. Классическое, скажем так, значение. Давайте, наверное, не знаю, возьмем звездочку и не будем сильно выпендриваться. Вот. Так. Это стили для паролей. Для label of input of E паролей. Прописали? Я просто сейчас вернусь в authorization window. Я прописал. Прозвращаюсь в authorization window. И теперь начинаю применять стили. Значит, для label я применяю style. Но тут я пишу dynamic resource и указываю style label. И копирую это содержимое в два моих label. Вот так. Для текстбокса мы применяем с вами свой стиль. Пока здесь также пишем dynamic resource, style input. И для password box тоже style. Dynamic resource. Ставим паспорт вот так. Вот так. Так, далее. Нам останется прописать. Скажите, а вот для style input там target type у нас какой? Текстбокс. У меня просто что-то не видит этот текстбокс. Нет, не текстбокс, а именно бокс. Так, далее. Значит, нам нужно с вами прописать стили для кнопок. Ну, подожди, чуть-чуть еще. Жду, жду, я пока ничего не пишу. Просто пока, ладно. А покажите, вот где у нас этот паспорт-то. Это у нас как поле блок? Паспорт бокс называется. Да, вот паспорт бокс. Это паспорт бокс. Это не текстбок input password, да, или паспорт бокс? Это именно паспорт бокс. Оно так и должно называться. Паспорт бокс. Смотрите, в стиле x-type паспорт бокс, а где мы с вами вот прописывали разметку после лейбла, вот пароль, мы написали также паспорт бокс. Как текстбокс, только паспорт впереди. То есть для первого будет лейбл, а для второго будет input password. Для обеих полей ввода будет лейбл, только в одном случае текстбокс, а во втором случае паспорт бокс. Ну, чтобы когда человек вводил пароль, он заменялся каким-то символом, для этого используется специальный поле паспорт бокса. Паспорт бокс. Input password это у нас, это паспорт бокс, да? Да, да. Я все, спасибо. Так, теперь возвращаемся в стиле, и нам нужно будет сейчас написать стили для кнопок. Дальше, тарджет-тайп, текст-тайп, 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 текст-тайп. BZ1, static-resource, style-default. Так, значит, по умолчанию для кнопок у нас с вами какие сеттеры будут? Во-первых, это ширина, виз, да? Давайте установим значение 100. Я не знаю, может быть, это будет мало, может быть, хватит. Потом подумаем, посмотрим, что из этого сделать. Дальше. Это будет foreground, да? То есть, какой-то наш заливка, да, цвета. И поставим белый. Я успеваю. Хорошо. Так, дальше создаем стиль уже для наших оставшихся кнопок, для всех. То есть, это будет style, button. Первый у нас там, clear идет. Тарджет-тайп, текст-тайп, текст-тайп, button. BZ1, static-resource, style-default, button. Какой здесь будет сеттер? Это будет свойство background. И значение, пускай будет какой-нибудь orange. Вот так. Это у нас для кнопки очистить, да, будет оранжевый цвет. Грубо говоря, просто вот копирую этот кусок текста, вставляю и меняю название, будет button log in. Так, и цвет будет синим. Давайте темно-синим сделаем. Dark blue. Пускай будет вот так. Для двух остальных кнопок забыли восстановить пароль и зарегистрироваться. Я, если честно, даже не знаю, каким цветом их сделать. И вообще, нужно ли их делать кнопками. Потому что не понимаю, как это вообще будет выглядеть. Вот. Сейчас я пока этого не буду трогать. Успели прописать? Я, да. Переходим в наш... в наше окно. И, соответственно, там, где мы с вами создавали вот кнопочки, даем им также стили. Прежде чем будем давать стили, нам нужно прописать здесь триггеры. Помните, да, что нам нужны триггеры для того, чтобы мы кнопка, например, очистить, не могла ничего очистить, если у нас в полях выше ничего не введено. То же самое и для кнопки войти. Значит, как будем создавать их? Делаем баттон парным тегом. Прописываем баттон точка style. А вот дальше, помните, что мы с вами писали здесь? Если я не ошибаюсь, то тут можно написать style.setters, да? А внутри что мы можем указать? Не помните, как мы подгружали сюда стили? Мы какой-то проект писали с вами, да? И где мы использовали вот этот подход? Не помните этот проект? Видимо, не помните. Так. Сейчас. А, так, стоп, стоп, стоп. Это у нас с вами анимация мы добавляли. Эллипс, Windows Resources, так, это не марк. Вот он. Style triggers. Вот смотрите, мы создали баттон, контент, стайл. И в стайле указали based one, от какого стиля мы с вами наследуемся. И потом вот style triggers и продолжили. Это я пока убираю style triggers. Здесь пишем. А, тут based one не напишешь, да? Да. Мы внутри должны стиль прописать, простите. Вот так, style. Based one. Динамик ресурс тут уже нельзя писать. Можно только static ресурс писать. Ну, хорошо. И мы указываем, с какой кнопки мы будем брать данные. Для нас это кнопка style button clear. Вот она. Да? То есть, я вот не помню. Ну, давайте на всякий случай я этому стилю пропишу еще target type, чтобы он мне понимал, что за тип будет x-type button. Хотя это очень странно, да? Что он у меня как бы может не знать, что за тип button внутри button. Ну, на всякий случай пишем style теперь triggers. Создаем здесь multidata trigger. Указываем. Multidata trigger точка condition. То есть, какая-то, да? Давайте вот как-то. Внутри создаем condition. То есть, правило, да? Нам нужно что? Привязаться к какому-то полю. А к какому полю мы можем привязаться? Binding. Element name. Ага, видите, здесь проблема с дата-контекстом, да? Ну, он, точнее, думает, что есть проблема с дата-контекстом, но я на это не обращаю внимания. Put login. Как только указываем элемент name, никакой проблемы с дата-контекстом нет. Запятая. Пасс. На что мы привязываемся? На поле текст. Binding. Потом мы указываем с вами value, значение какое. А в качестве значения я укажу xnow, например. То есть, пустоту. Прописываю сюда. И, кажется, вот так это можно сделать. Ну, а второй condition также будет привязываться. Только привязка будет идти к элементу name, password, input password. И к полю, то есть, к чему? Пассворт. Вот так. А значение точно такое же xnow. Вот это я прямо могу смело скопить сюда вставить. Потом у нас будет multi-data trigger setters. И здесь... Ждите нам чуть-чуть. Да, жду, жду, жду. Сейчас я вот так выровняю, чтобы было удобнее смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжаем или погодите еще? Ну, я все дописал. Хорошо. Значит, какой здесь будет setters? Это будет у нас property is enabled. И если вот эти поля будут пустыми xnow, то мы установим значение в false. Все. В противном случае он у нас сам станет нормальное значение. Вот так. Смотрите, ну, у нас этот же стиль придется применять и для другой кнопки. Для вот этого вот button login, да, то есть для нее тоже нужно будет, чтобы нельзя было нажать кнопочку войти, пока мы ничего не ввели в поля. Значит, что делаю? Я беру и, соответственно, просто вот прям все содержимое, где написано button.style, копирую. Ну, точнее, выделяю, да, вот даже с закрывающим тегом button вот так вот копирую. Копирую. Ну, и здесь вот этот вот закрыл. Вставляю. Вроде как все вставилось. Чтобы не приписывать это по нескольку раз, да, проще скопировать и вставить. Тут пока это замудренно выглядит. Я попробую внести некоторые изменения. Сегодня, но не сегодня на занятии, а, возможно, между занятиями залью вам эту измененную версию, а потом, когда будет занятие, я вам покажу, что я внес и справил. Чтобы нам не отвлекаться очень много на... Ну, то есть я все равно просто покажу, какие вещи я добавил и как я это сделал, да, чтобы не тестировать, не тратить ваше время на мои тесты. Как это лучше будет выиграть? В принципе, пока, собственно говоря, все. Но надо, наверное, поправить в этой, где button lock-in, button style lock-in. А, да, спасибо. Ставил button не clear, да, а lock-in. Вот так, да, точно. Спасибо. Я уж про это забыл. Давайте запустимся и посмотрим, что у нас вообще будет из этого получаться, да, как это будет выглядеть. Но кнопки, извините, доступны. Почему они доступны-то? С чего это? Я же там прописал их, знал, да? Но, глядите, какой интересный момент. Вот этот вот xnow, это не то же самое, что нет символов, да, когда стринг пустой. Интересно, а можно ли здесь каким-то образом использовать наш вот этот string empty? У стринга же есть статическое свойство empty, да, который говорит, что две кавычки просто есть. Ну, можно попробовать, кстати, ну-ка, string, сейчас я кое-что пробую. Никаких нету стрингов. Так, а если string? Не, ничего такого нет. То есть, вот, глядите, будем пытаться приписать сюда, а, интересно, xtype string есть, тоже нету. То есть, вот эти мои xnow, это, оказывается, лишнее, их надо убрать. Вот так. Это делаем в одном месте, в кнопке войти. И то же самое делаем в кнопке очистить. И проверяем, так ли я подумал. Да, теперь они не активны. Видите, и шрифты поменялись. Стоит ввести хотя бы один. Смотрите, прикол. То есть, пароль можно даже не писать. К тому же, для пароля не хватает размерности, и что-то мы тут с размерностью начунили. Но это мы сейчас с вами поправим. Но ситуация другая. Видите, мы использовали multidata-триггер, но он сработал не как i, да, на пустоту, а как или. Смотрите. Стоит только в одном месте ввести символ. О, работает. Вот тут он вообще не реагирует. А вот тут вводим R. Отреагировал. Значит, все-таки как-то с пасвордом это немножко может быть по-другому работает. Потому что, может быть, поле пасворда изначально не может быть пустым. Может быть, у пасворда есть какие-то значения. Давайте поставим точку и посмотрим. Кстати, тут есть длина length. Пасворда, оказывается, есть length. И тогда мы можем value указать 0. А у текста есть что-нибудь? Тоже есть length. И тоже можем указать 0. Ну, то есть, если длина поля ввода равна 0, да, то есть нет ни одного символа. Вот так уже хотя бы мы можем с вами, ну, не знаю. Более надежный, может быть, вариант. Давайте посмотрим. Это по кнопке очистить. На кнопке login это пока не работает. Я пока просто проверяю, как это вообще выглядит. Не, обе сработали, да? Так, ну-ка, удаляем. Сюда вводим символ. А тут все равно не отрабатывается. Не начинает. То есть, как-то очень странно работает этот мультидата-триггер. Я сейчас опять проведу эксперимент. И воспользуюсь не мультидата-триггером, а несколько дата-триггеров просто пропишу. И посмотрим, как они будут работать. Вы пока за мной не повторяете. Хорошо? Значит, я возьму вот так сейчас делаю. Дата-триггер вместо condition пропишу. Он мне выдаст ошибки. Это я знаю. Я вот так вырезаю отсюда. Вот этот мультидат, где у меня написан мультидата-триггер-кондишн, убираю. Вот эту штуку убираю. Сюда прописываю вот эту фига тень. Потом создаю... А что я тут создам? Блин, я уже все забыл. Стоп, а если я вот так сделаю, дата-триггер-сеттерс, да? Сейчас, одну секунду, простите. Я запамятовал. Совсем плохо стал. Я сегодня в одной группе показываю, рассказываю про read-only. Ну, я думаю, что я рассказываю про read-only, а показываю слово override и говорю, что-то у меня не работает. А оно на самом деле все работает, а правда, это не то слово использовал. А, внутри дата-триггера нужно прописать setter. Ну, ок, сейчас так и сделаем. Все, да, прошу прощения. Так, слэш дата-триггер. И значит, сюда вот этот setter прописываем. Вот так. Так, и то же самое делаем для... Сейчас вот так это сделал, копирую. Вставляем. Ага, а вот эту штуку убираем. Убираем. Так, есть, запускаюсь. Если сейчас сработает, то это будет вообще нечто. Так. Войти, работает, а очистить нифига не работает. Все, короче, не мучаемся с этой штукой. Оставляем как было. Все нормально. Так, единственное, я... Где триггерс, я вот этот мультидата-триггер сейчас скопирую. Вот это вот все я вставляю. Все. Вот как есть, так и оставляем. Знаешь, какая-то есть особенность у паспорта. Так. Что нам нужно сделать с вами дальше? Можно еще попросить у вас пайлик показать АПП. Само. У меня что-то вроде путь я правильно написал, а не запускается. Смотрите. Вроде все так же. А вот здесь пути так же прописаны, да? То есть... Я из прямо из проводника скопировал. Ну, только поменяла. Я понял. Покажите, давайте посмотрим, что там у вас. Windows, авторизация, авторизация, Windows зама. Ага, а теперь обозреватели решений. Стоп, погодите. Windows, авторизация, авторизация, Windows зама. Так, а запустите, что будет писать? А-а-а. Не-то. Не-то как... По ЭПке. Вот тут разверните. Там вон, видите, да, нажимаете. Нет у вас этого, да? Теперь смотрите. Справа видите. Ну, снова обозреватель решений. Ага. Теперь вот у вас выделен ваш проект. Нет, 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 нет. По проекту. По проекту. По названию проекта. Это выше. Вот, да. По нему правой клавишей. И тот будет у вас выполнить. А, все. Все, понял. Спасибо. Пожалуйста. Так, у нас еще 20 минут. Отлично. Значит, смотрите, что еще нам нужно сделать с внешним видом. Нам нужно выровнять элементы относительно вот их стекпенелов и так далее. То есть для стекпенелов прописать свои свойства. И изменить размерность лейбов и инпутов, чтобы они были поменьше, соответственно. Авторизацию по центру. Можно даже больше размер шрифта ей придать. И вот очистить, войти, тоже по центру разместить. А кнопки восстановить пароль, зарегистрироваться. Ну, даже не знаю, как с ними поступить. Вот. Значит, я возвращаюсь в стиле. Перехожу к самому первому стилю. Это стиль заголовка. Прописываю ему сета в пропите горизонтал ауайтмент в эллио центр. Вот так. Фонт сайз с 25 меняю на 30. Можем даже сделать его более жирным. Для этого используются свойства фонд вейт, то есть вес шрифта в эллио. И указываем болт. Да, то есть можно даже указать экстра. Ну, мы просто болт укажем жирный. Я запущу, посмотреть, как это выглядит. Потом вернусь на эту часть. О, по центру выровнялась авторизация. Пожирнее стало, покрупнее. Ну, хотя более-менее что-то стилизованное кое-как. Окей. Вот что мы тут с вами прописали. Можно даже крупнее, не 30, а 35 размер. Например, что-то сделать, будет побольше текста. Это будет получше выглядеть. Могу продолжать? Да, да. Теперь идем ниже. И там, где у нас с вами style-label для... Да, style-label мы указываем не 75, а значительно больше. Потому что пасворд – длинное слово. Раз. А style-input пишем не 350, а, наверное, давайте пропишем просто 300. Может быть, ну, мы сейчас проверим с вами. И в пасворд, в style-пасворде тоже будем использовать просто 300. Я пока опять запущусь. О, уже более-менее нормально, да? Отлично. И останется вот эти наши кнопочки выровнять по центру, но уже по центру stack panel. Для этого нам нужно будет прописать сейчас два новых стиля для stack panel. Один стиль выравнивать по центру, другой стиль выравнивает по левому краю. Опускаюсь в самый-самый низ. И создаю новый стиль. Ставил x-key style-stack panel-horизонтал. Да, звучит это, блин, длинно и вообще непонятно. Ну, оставим, как есть, горизонтал до горизонтал. Так, горизонтал... Так, target type... X-type... Stack panel... А давайте, наверное, просто оставим style... Нет, все-таки stack panel... Все, все, все верно. Значит, что тут будет за setter? Это... Property... Orientation... Value Horizontal... Можно вот это скопировать и вставить. Только меняем сюда, теперь будет горизонтал left. Убираем отсюда вот этот... Нет, да, убираем этот setter. И добавляем base2. Жду, не пишу, не лечу дальше. Спасибо. Так, какой здесь будет setter? Setter будет очень простой. А теперь точно вот этот текст копируем. Вставляем. Меняем left на центр. И здесь то же самое на центр. Вот так. Как будете готовы, скажете? Ну, я все. Возвращаемся в authorization window. Итак, начнем вот прям с... Где у нас кнопки clear и save. Вот здесь сделаем это. Убираем отсюда orientation, пишем style, dynamic resource. И указываем style, stack panel, горизонтал, center. Там, где у нас лейбл и пасворд бокс. Здесь мы пишем style, dynamic resource, style, stack panel, горизонтал, left. Ну и собственно говоря, это копируем. Тоже самое для дилойбл и текстбокс. Добавляем. Выправо. Теперь можно запуститься, посмотреть, как будет выглядеть. О, выровнялась, да. Можно даже сделать поменьше размера окна, не таким большим его. Верно? Ну, длинное слишком вышло. Можно его покороче сделать, в половину где-то. Сейчас этим и займемся. Поднимаюсь выше. Высота не 550. Тут 450, да. Ну, давайте сделаем высоту. Тоже на 100 меньше. 450. Смотрим. То, не то. Можно еще меньше. Вот так. Так, то есть, 350, что ли. Давайте проверим. Этого вполне хватит. Теперь нужно поставить, чтобы при старте у нас окно центрировалось по центру с вами. Ну и, собственно говоря, наверное, пока на этом все, да. Я не помню, как мы там это писали при старте с окошком. Сейчас я опять это подгляжу. Блин, как же плохо, когда все не помнишь. Так. Else Transparency. Нет, прозрачный фон не нужен. Стоп. Вверх. Так. Resize Mode. Мы поставим, что изменять размеры нашего окна нельзя будет. То есть. No Resize. Значит, Resize Mode. No Resize. Так. Show in Taskbar. Ладно. Size to Content. Нет. Title. Top. Most. Windows Startup Location. Показываем. Central Screen. Да. То есть, по центру окна. Ну и пока все. Да. Пока нам этого будет достаточно. Фух. Так. Это я тоже закрываю. Кстати, мне нужно. Давайте запустимся. Посмотрим. По идее, должно нормально сейчас запускаться. Стартовать. И все там подобное. Да. Отлично. Вот, смотрите, мы с вами сейчас создали окошко, которое у нас что-то будет делать. Теперь еще давайте добавим сюда некоторые интересные вещи, которые делаются очень просто. Чтобы мы могли, например, обращаться к логину или к паролю вот сюда, перескакивать при помощи клавиатуры. У нас как раз осталось 10 минут, и я это успею вам показать. Значит, в описании окна, там, где у нас с вами указан лейбл, где написан контент, мы ставим нижнее подчеркивание перед буквой L, а после контента пишем с вами, по-моему, target, если мне память не изменяет, биндинг, элемент name и указываем, как input логин. Кажется, вот так. Как пропишете, скажете? Я прописал. Запускаю. И смотрите, сейчас окно запустится, нигде ничего нету, да? То есть, нигде курсор не стоит. Теперь, если нажать Ctrl L, ничего не происходит. Ctrl Shift L, тоже ничего не происходит. Так, а Shift L? О! А если нажмем Shift L, то мы попадаем с вами в поле логин. Вот, смотрите, нахожусь в паспорте, нажимаю Shift L, ага, Ctrl Shift L, не понял, а как я сейчас попал туда? А, ну, потому что я здесь нахожусь, да, отсюда надо выскочить из ввода, блин, 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 сейчас я ее заново запущу, проверю еще раз, через Shift L, по-моему, сработает. Вообще, должен через Ctrl срабатывать. Сейчас, одну секунду. Да, Shift L позволит мне попасть в раздел логин, но есть определенный минус. Дальше, если мы будем нажимать Shift L, да, мы не сможем перескочить, то есть, там, Shift Passport, мы не перескочим в паспорт. Нам нужно каким-то образом обрабатывать, обработать вот работу с клавиатурой. А просто табом, это плохо, что ли? Табом можно перескакивать, но еще можно добавить, почему, если бы не добавить вот эту штучку, да, чтобы у нас срабатывало. Таб – это табом. Хочется еще, может быть, там, на какие-нибудь другие пункты меню при помощи, там, Ctrl или Alt как-то перескакивать. Сейчас. ППФ. Вот так есть. Вот так есть. Так, погодите. Я знаю, что можно использовать. Так, об использовании нижнего места, но я смотрю на все сочетания клавиш, Ctrl плюс Type. Так, значит, не то. Сейчас. Там был с Ctrl, почему у меня через Shift сработало, я не знаю. Вообще он должен с Ctrl был сработать. Вот видите, нижнее подчеркивание появляется вот эти вот кей, и они должны у меня правильно отработаться. Но почему-то мне их не отрабатывает. Вот так. Это вообще не то. Это все не то. А тут вообще vnapi. Нафига мне в ВПФ-ке использовать vnapi, когда это полный бред? Нижнее подчеркивание вместо ampersand, и он будет работать, да? Ну, а он работает... А-а-а. Так, keybinding, keys, modifier. Ага, я понял. Я понял, что мы с вами на следующем занятии пройдем. Keybindings. Смотрите, прикол. Windows, inputbindings, да? Keybindings, key, модификатор с Ctrl, и какая команда будет срабатывать. Прикольно. 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 Ладно. Попробуем эти моменты с вами. Мы уже теперь на следующем занятии добавить hotkey. По поводу... Почему мне с Ctrl? Должен был с Ctrl. Вот видите, в контенте, если ставить нижнее подчеркивание, это превратит букву N в клавишу быстрого доступа. Да. По умолчанию он не изменится. Однако, как только вы нажмете Alt на клавиатуре, все доступные клавиши будут выделены в подчеркивании. Подождите, а почему у меня с Alt не сработало? Сейчас проверю. Последний раз запускаем. Проверяю. Нажимаем Alt. Работало. Это что за... Простите, я сам с собой. Я жал на Alt, оно не работало. Ну, на паспорт тоже нижнее подчеркивание. Вот здесь Target, то есть цель, нужно для того, чтобы VPF понимал, куда мы будем перескакивать, если выбираем в качестве активного лейбл. То есть лейбл – это элемент, умеющий перенаправлять. Он поэтому называется ярлык. То есть мы в нем указываем цель, при этом если лейбл становится в фокусе, когда мы нажимаем Alt-L или Alt-P, мы в лейбл ставим фокус. И он перенаправляет наш фокус в другой элемент. Я последний раз запускаюсь, проверяю с Alt. Блин, как-то я вообще не понимаю некоторых моментов. Я жал Alt, жал Ctrl, оно не работало. Alt-P, Alt-L. Перескакивает. Также мы можем на кнопках очистить, войти, тоже проставить эти знаки, и оно будет также у нас работать. Но пока этого не будем делать, мы позже добавим Hotkey, то есть горячие клавиши, будем обрабатывать их тоже. Итак, на сегодня это у нас в принципе все. Я сейчас зафиксирую все наши изменения, которые я здесь сделал, и загружу их на GitHub. Вот так. Все. Comment and push. Все. В принципе, первая часть у нас с вами как бы добавлена. Еще осталось несколько окошек. И все остальные вещи. Ну, на следующем занятии, который будет у нас с вами в среду, да? Или мы еще должны одно занятие отработать? Не помните? Еще одно у нас занятие ДУГ. Еще одно. Когда будем отрабатывать его? Завтра. Так, завтра у меня, к сожалению, уже занято. Можем в четверг. В четверг получится или нет? Раз, раз. Так, а вас Дмитрий готово. Олег, вы в четверг можете? Нет, я, к сожалению, не могу в четверг. Так. Так, а в среду, в пятницу вы будете, да? Да, конечно. А остальные что скажут? Можем. Чего? Да, говорите, говорите. Каникулы? Потом у нас каникулы, да. Потом у нас две недели каникул. И после каникул мы с вами 15-го числа выходим. Давайте после каникул сделаем, да, и все. Хорошо. Но пока успеваем, да, у нас пока с вами нормально вроде получается. Значит, смотрите, тогда в среду и в пятницу мы с вами встречаемся, а после каникул у нас останется последнее занятие отработать. Я еще все хотел спросить, вот мы вот эти активности кнопок делали, вот экзамли. Мне все, у меня, вот все это можно написать на C-шарпе, ну, буквально, ну, пять строчек. Да. А зачем? Чтобы умели, чтобы у вас было знание, что так тоже можно сделать. Просто принято разделять поведение кнопок, которые не связаны с логикой работы, а которые связаны с визуальной частью. Принято выносить это поведение в замок. Вот все, что связано с поведением, с отображением, со стилями, это все выносится в замок. А логика работы, да, то есть там, например, вот отправить что-то в базу данных, какие-то вещи вот такие, выносится в C-шарпе. Вот такой здесь принцип разделения. Мы его будем с вами использовать. Мы с вами после добавления вот этих всех визуальных частей создадим модель представления, которая будет у нас все работать и которая будет подключаться к нашему визуальной части, да, и при помощи биндингов там мы и команды пропишем, как это все будет делаться и так далее. То есть мы с вами вынесем вообще многие вещи за пределы, и они будут там немножко в другом месте находиться. Просто в C-шарпе вот это, ну... Легче, я знаю. Нет, легче и там, ну, я не знаю, возможности больше там просто, ну, не знаю, там и наведение можно описать, и там все что угодно. То есть навел, кнопка убежала, там, поменялись местами, еще что-то сделать можно. Ну, верно. Ну, у вас в будущем будет веб, где вот это разделение также используется. Вы многие вещи будете писать в CSS, которые связаны с поведением. То есть вы наводите на, например, на кнопочку, она у вас меняет цвет или еще что-то. Это описывается только в CSS. Это не пишется в JavaScript, это не пишется в PHP, а пишется в CSS. Вот сейчас мы... Да, я понимаю, что на Zamblade не очень, может, красиво выглядит, и это монструозно, там, гигантская портянка выходит. Но нужно просто этот принцип понять и попытаться его принять, потому что другие технологии очень похожим образом работают. Но когда будете для себя что-то писать, именно для себя, не в рамках экзаменов или еще чего-то для себя, то там вы можете смело использовать C-Sharp и вообще забить на Zamblade и даже не будет. Так что в этом плане учитывайте и этот момент. Так, тогда до среды. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова